Реальное кино на канале Настоящее время Представлены игровые, документальные, анимационные фильмы, национальный конкурс А я вот вышел из отеля для того, чтобы вам представить картину, которую мы будем сегодня смотреть на канале Это картина белорусского производства Или, правильно сказать, производства одной отдельно взятой белорусской девушки Юлии Шатун Которая, в общем, даже не вполне кинематографистка Она по образованию филолог, насколько я понимаю И она сделала картину о своих родителях А я, кстати, гуляю вокруг картины галереи Где установлены памятники Видимо, демонтированные где-то в других местах Вот это памятник из вчерашнего дня Человек с лопатой Где-то, наверное, и девушка с веслом Как же без нее? Так вот, картина, которую мы будем с вами смотреть Называется «Завтра» Снята она сегодня, в сегодняшней Белоруссии Я, так уж волею судеб, в последнее время достаточно часто проезжаю через Белоруссию И должен сказать, что такую Белоруссию, которую я увидел в фильме «Завтра» Я и вижу из окна автомобиля Или, скажем, спускаясь утром Позавтракать в белорусском отеле Ты попадаешь, как в машине времени В прошлое, советское прошлое По антуражу, по сервировке По внешнему виду официантки А это, кстати, памятник, представляющий, ну, я полагаю, современное искусство Из сегодняшнего дня А мне кажется, что самый главный арт-объект, обращенный в «Завтра» Находится прямо напротив этой галереи И вот сейчас, рассказывая о картине Завтра мы к нему постепенно подойдем И я вам его, естественно, покажу Так вот, картина Юли премьеры была показана на Минском международном кинофестивале «Листопад» Она была представлена в национальном конкурсе Как игровая картина То есть, обратите внимание Сегодня в программе «Реальное кино» Показываем фильм, который сам автор определяет, как игровая художественная картина И в конце вы увидите такой очень важный для игрового фильма атрибут в главных ролях Так вот, в главных ролях этого фильма снялись родители Юлии Папа, мама, ее брат, который учится в Минске И тем не менее, картина полностью базируется на документальном материале Мы видим реальную Белоруссию Вокруг, где происходит действие фильма Мы видим реальных людей в их реальных жизненных обстоятельствах При этом они в этих обстоятельствах помогают создавать некий авторский образ И разыгрывают отчасти, возможно, написанный режиссером сценарий Но при всем этом остаются документальными персонажами То есть, они играют сами себя И все это вместе взятое с легкой руки Кинокритика, теоретика кино Зара Абдулаевой Называется «Постдок» Зара Кималовна написала соответствующую большую фундаментальную книгу Введя «Постдок» в, ну, так сказать, как понятие в культурологию Мирового кинематографа Да, в общем, и театра, и фотографии Потому что «Постдок», безусловно, присутствует во всех видах кинематографа Книга вышла в 2011 году Она была презентована на «Ардокфесте» Я очень хорошо помню эти обсуждения Этого нового термина В обсуждениях принимали участие режиссеры игрового кино Андрей Звягинцев, Алексей Попогребский Режиссер документального кино И вот сейчас, отправляясь на эту небольшую прогулку Я поднял расшифровку нашего разговора 2011 года И вспомнил, или, так сказать, напомнил себе самому Своё определение, что «Постдок» — это такое своеобразное уничтожение Границы, разделяющей игровое и документальное кино Всегда игровое и документальное кино были определенными антиподами Находящимися по разные стороны баррикад Но потом кинематограф сближал и сам размывал эти границы Игровое кино стремилось создавать свои произведения Ну, так скажем, может быть, в таком гиперреалистическом формате Конечно, мы здесь должны вспомнить и «Триера», и «Дарденов», которые... Их игровые картины практически являются документальными Если говорить о российском кино, наверное, самым ярким представителем «Постдока» является Сергей Дворцевой, который снимал свои документальные фильмы «Счастье», «Хлебный день», «Дорога» или «Трасса» он назывался Которые маркировались как документальные Но, в общем, во многом технологические Или, так сказать, инструментарий Дворцевого был очень близок к игровому кинематографу Затем Сергей перешел в игровой кинематограф И его картина «Тюльпан», которая получила золотую камеру в Каннах Является и маркируется как игровая картина При этом инструментарий документалиста в ней, безусловно, присутствует И вот эта пограничность, которая снимается или уничтожается Или перестает существовать благодаря, ну, введенному в обиход понятию «Постдок» Достаточно принципиально, и именно этим «Постдоком» пользуется молодой автор из Белоруссии И, как она сама признается, она впервые узнала о существовании «Постдока» В одной из рецензий на ее картину То есть, в принципе, она делала свой фильм искренне, интуитивно И пользовалась тем инструментарием, который ей был необходим для выражения тех чувств, тех эмоций Того месседжа в конечном счете, который она посылает всем нам Наверное, мне нужно отвлечься от «Постдока» и заглянуть в завтра Потому что сейчас мы с вами, вот опять же, повторюсь, находясь прямо напротив картины галереи Болгарии Находимся, на мой взгляд, на очевидном артефакте Может быть, я бы его назвал предметом современного искусства Месте, где когда-то был установлен В сакральном месте для советской социалистической Болгарии Месте, где был установлен мавзолей Димитрова Вот от этого мавзолея, насколько я понимаю, остались какие-то старые конструкции Вот они сейчас внизу Вот эта вся площадь была Это, вообще говоря, центральная площадь Софии Я смотрел фотографии, вот с той стороны длинная очередь шла в мавзолей Вот, видимо, здесь был вход Мавзолей был уничтожен Конечно, я полагаю, что болгары, даже молодые болгары знают, кто такой Димитров Но все, что связано с советским прошлым этого государства Планомерно уничтожается Вот на этом здании, похожем на московские высотки Была установлена звезда, которая была демонтирована В Болгарии больше нет улицы Димитрова Нет проспекта Ленина И, кстати сказать В Москве не только сохранен мавзолей И за мавзолеем могила Сталина Которая даже не в день его рождения утопает в цветах И к нему, так сказать, бесконечно идут почитатели Более того, в России на сегодняшний день устанавливаются новые памятники Сталину Пока, может быть, не на центральных площадях Но, тем не менее, эта тенденция, безусловно, присутствует Но, кстати, в Москве стоит и памятник Димитрову Уж то, что москвичи не знают, кто это такой Я практически ручаюсь Простите, я не могу сейчас с вами вступить в разговор И стоит этот памятник как раз в начале проспекта Ленина Конечно, какой российский город без проспекта Ленина И вот эти символы, которые сохраняются Которые даже возрождаются, как я уже сказал Памятники Сталину Они во многом определяют тот завтрашний день России Как, впрочем, и Белоруссии Которому мы обречены идти До тех пор, пока не осознаем Не осознаем Ну, пока не произойдет Оценка нашего прошлого Когда не произойдет тот Песловутый суд истории От которого так пытаются отнекиваться Политики с сегодняшнего дня России, Белоруссии и других постсоветских государств Но Болгария, да, может быть, это не самое успешное европейское государство Однако, они четко и точно определили тот путь, которым идут И свое завтра они ощущают В свое завтра, как я успел заметить Они смотрят более уверенно Поэтому картина белорусская, которую мы будем сейчас смотреть Которая называется «Завтра» Она, конечно, носит такое несколько саркастическое название В документальном кино нередко называют картины В форме антипода происходящему в фильме Так скажем, моя картина «Благодать», которую я в свое время снимал Она не вполне о благодати Картина того же Сергея Дворцевого «Счастье не вполне про счастье» И картина Юлии Шатун, которую мы будем сейчас смотреть на канале на настоящее время Тоже не вполне Ну, одним словом Завтра я представляю слово Юлии Шатун А сейчас на всякий случай из любопытства Послушаем, что нам скажет случайный прохожий Который подошел в Софию Здравствуйте Очень рад, что могу услышать русская речь Да Хочу подарить вам свою книгу Это касает ей отношения Болгарии и Россия тоже А как вы считаете, какие отношения Болгарии и Россия сегодня? Потому что они хорошие, плохие или никакие? И вообще Болгария по какому пути идет? По пути России? Хочу вам подарить эту книгу Там в этой книге есть ответ Это просто, но я скажу вам В короче Значит, отношения Самые плохие Болгарии Сейчас они в мертвая точка Ну, тоже ниша У нас были очень хорошие времена Очень хорошие связи В советские годы В советские годы И никогда Конечно, раньше тоже Когда после освобождения Сразу Но все-таки 30 лет уже Они идут вниз Соотношения И это плохо для Болгарии Конечно, потому что Давайте чуть-чуть пройдемся Да Хочу сказать, что В этой книге это написано Что Народ, который Самый быстрый Имперская общность И имперский крах И это я перевел, да? Сущность А имперская сущность И имперский крах А, имперский крах Имперская сущность Это сущина Это Скажите Я сейчас Несколько Хочу Так сказать Резолюцию Для Неизбежная смерть Последней империи Последняя империя Это США То есть Скажите Я тогда Вас спровоцирую Мавзолей Димитрову Разрушили Болгары Или США Болгары Под натиск США, конечно Они не хотели Болгары Сделали Чужие люди На свою землю На свою землю Они Эмигрируют Молодые Тот, который Могут Скажите Они эмигрируют Потому что Получили свободу И хотят Распоряжаться Своей жизнью По своему усмотрению И получили на это Возможность Это плохо Разве Нет Они эмигрируют Потому что Здесь Условия Такие Что Не для жизни Это Смертельные условия Для молодых Людей Значит Если вы Возьмите Соотношение Синой И Работная Зарплата То вы Увидите Почему Молодые Пошли Понятно Но это Невозможно Пережить Нормально Сетать Зарплату На болгарская земля Понятно То есть У Болгарии Нет Завтрашнего дня Конечно Как в Украине Тоже Модел Который В Болгарии Сейчас Если Украинцы Хотят По этот Путь Идти То Их Жизненный уровень Будет Снижаться И они будут Эмигрируют В Европе Как мы Из мизерии А не Из Какой Там Полсекунды Я отойду Скажу пару слов Своим зрителям И потом К вам вернусь Конечно Да Хочу обратить внимание Что совершенно Свободно Человек Высказывает Свои Крайне Негативные Отношения По поводу Современной жизни Болгарии Делает это Открыто Не стесняясь Не боясь Пишет об этом Книги И Не нужно Возвращаться К этому человеку Чтобы задать вопрос А мог ли он Все это сделать В той Болгарии Где в центре На площади Ставил памятник Димитрову Ответ Очевиден Но Его точка зрения Присутствует Она Находится в цивилизованном Дискуссионном поле И мы тоже В фильмах Которые смотрим И обсуждаем На канале Настоящее время Предлагаем Различные В том числе И весьма Дискуссионные Взгляды На наше Сегодняшнее Существование Для того Чтобы завтрашний день Был Значительно Лучше И мы в это верим Мы смотрим Фильм Завтра На канале Настоящее время И я предоставляю Слово Его автору Юлии Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Юлия Режиссер Фильма Завтра Который Вы Сможете Сейчас Посмотреть Если честно Когда несколько лет назад Мы снимали этот фильм Вместе с моим лучшим другом И моими родителями То никто из нас Даже не предполагал Что Потом Фильм Завтра Увидит Много людей И возможно Именно поэтому Мои мама и папа Согласились Сыграть в нем Самих себя Бабушка разрешила Снимать свою квартиру В которой Кстати до сих пор Как и в фильме Идет ремонт Несмотря на то Что у этого фильма Есть сценарий Я бы все равно Наверное Не могла сказать Что я его придумала Я скорее Воссоздала Из своей памяти Из своего Ощущения О мире В котором я живу О людях О которых Встречаю Каждый день О своей семье Надеюсь Вам понравится фильм Приятного просмотра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok